Заторовые ситуации в Сочи сегодня возникают практически в каждом районе. Нехватка парковок, маленькие карманы для остановки автобусов, узкие дороги. Все это последствия хаотичной застройки города в 90-е и 2000-е годы, когда нормы градостроительства не предусматривали многих важных на сегодняшний день правил. О необходимости корректировки схемы дорожного движения на курорте говорят уже несколько лет, но до дела так и не доходили. Теперь настало время решить эти проблемы. По поручению главы города Анатолия Пахомова и была создана соответствующая комиссия, куда входят специалисты управления автомобильных дорог, Департамента транспорта и связи администрации города, сотрудники ДПС, ГИБДД и общественники. Главная задача – это не ужесточить, не идти только по пути ужесточения, потому что реально летом в городе не то что поставить машину и остановиться негде. Поэтому мы должны сегодня посмотреть, где у нас есть свободные места, где можно организовать бесплатные парковки. Главой города инициировано проектирование и строительство пяти надземных пешеходных переходов в Лазаревском районе. Три из них будут строиться в ЛАО, один из них будет в Ардене, один в Якорной щели. Их строительство позволит решить застарелую проблему этого района. Возвести переходы планируется к концу 2018 года, но ждать два сезона жителям не придется. Мэрия провела совещание с участием собственника дороги, где был рассмотрен вопрос об установке временных сборно-разборных конструкций. Их планируют установить до начала следующего курортного сезона. А вот вопрос пробок в Центральном и Хостинском районе уже решается. Так, по итогам заседания комиссии, при повороте на бытху вместо островка безопасности появится дополнительная полоса. Таким образом, один поток будет поворачивать налево, второй ехать прямо в сторону Адлера. Увеличен будет и карман для автобусов. По такому же пути решится и вопрос с выездом на ареду. Ликвидируют и ненужные пешеходные переходы в Адлерском районе на улице Ульянова, а также в центре города на выезде с улицы Черноморская на курортный проспект. На улице Дмитриевой на конечной остановке 92-го маршрута появятся знаки «Стоянка запрещена». Связано это с трудностью разворота автобуса из-за припаркованных машин. Оставлять автомобили невозможно будет и по левой стороне улицы Северная. Через 20 дней движение по ней станет полностью односторонним. Выезд с улицы Северной останется также в двух направлениях – и вправо, и влево. Но заезда с улицы Горького на улицу Северную не будет. Этим самым мы разгрузим улицу Горького. Не будет создаваться заторных ситуаций по улице Северной и по улице Горького. Парковаться машины по улице Северной будут только с правой стороны. В межведомственной комиссии также рассматривается вопрос установки запрещающих парковку машин-знаков на улице Целиной в районе ТРЦ Мандарин в Адлере. Планируется и организация дополнительных бесплатных парковочных мест на перекрестке Курортный проспект и Фабрициуса. Таким образом, проблема пробок в Сочи поэтапно будет решаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...